Всем привет с канала ПримТим и новый выпуск у нас на рыболовную тематику. Это то, чем мы попытаемся в этом сезоне хорошенько отловиться. Это как раз таки метод, это метод фидер и вот этот пока что наш имеющийся арсенал. Просто показать на основе некоторых видео я сделал себе несколько монтажей, которые мало чем отличаются друг от друга, но именно вот их строение покажу. Метод фидер это ловля очень похожа с донкой, ловля в заброс опять таки. Но в отличии от фидера мы не перекидываем каждый интервал времени кормушку с новым кормом. Мы делаем максимально липкий корм, чтобы он в кормушке сидел и оттуда не вываливался. Это как раз таки является именно принципиальным отличием. Первым, это еще наверное в том году, мы пытались ловить, но только пытались. Здесь это был метод с кормушкой Банжо, очень давно известный, делают их даже сами. За основу оснастки я взял 0,14 шнур или 0,12 уже я не помню. С помощью петлевяза была связана петля. Сейчас покажу. Вот. Была связана петля, это все пропущено. Здесь вставлен именно уже в само тело кормушки вертлюк. Откуда идет поводок из лески и, конечно же, волосиная оснастка со стопором, чтобы мы бойл одели, может быть, даже два. Потом мы засыпаем в эту прессовку корм. То есть здесь есть кнопка, которая нажимается и прессуется. То есть идет корм. Мы немножко спрессовали, его вот так чуть-чуть. Здесь остается некое количество корма. Потом мы закладываем в центр наш бойл с крючком, переворачиваем еще раз и докидываем сверху еще корма. Прижимаем, высовываем, и у нас появляется такая блямба. Прям очень вкусная. Это там и корм, это все и дипуется, и вымачивается в различных жидкостях. Я даже, наверное, вставлю несколько фотографий. И уже потом забрасывается, и стоим, ждем поклевку. Это вот два у меня... Две оснастки на банджу, только одна со стопором, другая без. Это их единственное отличие. Это в сторону. И метод, который самый известен, это вот такие кормушки, уже с силиконовой прессовкой. То есть здесь также идет основной шнур, тело. Корм фиксируется здесь. И здесь идет просто свинцовый груз. Это вот здесь 90 грамм. В чем плюс этих кормушек, можно покупать не их, а заказать груза. И просто на четырех болтах, винтах и саморезах их поменять. Также здесь до упора стоит вертлюг, и уже спускается оснастка. Здесь единственное, что стоит шнур. Я сделал разные длины. Ну а также мы насыпаем сюда чуть-чуть корма. Вставляем ее. Мнем. После этого вытаскиваем. Также вот сюда фиксируем вот это вот все наше хозяйство, богатство. После... До конца спрессовали, вытащили. И будет у нас готово. Это также фотографию я приложу. И начинаем ловить в заброс. Также на рыбалке, когда будем это именно все делать, я все покажу. Также, что касается удилищ, для метода рекомендуется такого быстрого строя, конечно. Параболиками мало кто ловит, потому что все-таки это карабах, сазан, карась. Такие сопротивляющиеся особи. И, допустим, также вот эти кормушки я могу кинуть со своего пикера в 40 грамм. Это уже 90 грамм. Это либо дубовые какие-то фидера от Кайды, по типу импульсы. Либо там, которые вот эти 120-150 грамм. Либо это экстра-хэвики, то есть это супер-тяжелые фидера. Но сам этот способ ловли, метод-метод очень интересен. Поэтому мы будем его в ближайшем сезоне, на ближайших рыбалках. Это уже, наверное, июнь, конец мая испытывать. С вами был Брим Тим. Надеюсь, ролик был максимально информативным и коротким. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.